Я предлагаю дальше узнать об уникальной профессии почтальона. Некоторые считают, что она уже исчезает, но на самом деле не все так просто. Подробнее расскажется Алия Салямова. Вот он, человек уникальной профессии, почтальон Валентина. Живет в собственном мире корреспонденции. Ее окружают письма, извещения, посылки, марки. Женщины утверждают, крымчане много пишут и читают, а потому работы, как всегда, полная сумка. Это сколько? 4,5 получается? 4,2. Сегодня повезло. Сумка еще, можно сказать, легкая, а иногда весит и все 7 килограммов. И это при том, что в день приходится проходить по 10 километров. Но зато сколько знакомств и сколько историй. Есть клиентка, очень много лет назад, она обнаружила у себя опухоль на груди. Так вот, я первая, которая узнала об этом. Для многих Валентина уже как лучший друг. При первой же возможности клиенты зовут на чай. Делятся тайными, поздравляют с праздниками. Во всенародной любви убеждаемся сразу. А вы знаете Валентина Григорьевна? Да. Это наша любимая любовь. Но не везде встречаются с распростертыми объятиями. Так осторожно, чтобы они не укусили. А могут укусить? Да, конечно, могут. Если допрыгнут. Хуже агрессивных собак считает неуважительное отношение к почтовому ящику. Ведь некоторые даже жалко опускать белоснежные послания. Настолько они в плачевном состоянии, если, конечно, вообще есть. Куда влезет? В какую-нибудь щель. Ищем щель здесь. Ну, обычно сюда я засуну, вот здесь. Перед почтальоном, кстати, открываются все двери. Конечно, с такой-то связкой отмычек. И всех их следует знать в лицо. Раскладывать корреспонденцию тоже нужно умеючи. Здесь без ловкости рук не обойтись. А вы мне позволите тоже побыть почтальоном попробовать? Да, пожалуйста. Так, есть какой-то принцип, как класть? Просто нет. Вот так неудобно. Вот так. Вот так. И засовываем так, чтобы подальше. За 15 лет работы Валентина, в отличие от своего мультипликационного коллеги-почтальона Печкина, так и не обзавелась личным транспортом. Извините, у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добрить начну. С велосипедом письма разлетались бы еще быстрее. Но пока городские почтальоны только мечтают об удобстве, сельские уже оседлали железных коней. В ГУП «Почта Крыма» закупила 300 велосипедов. Велосипеды производства Саранского механического завода. Велосипеды односкоростные, оборудованы спереди корзины, а сзади багажником, что соответствует условиям безопасности доставки письменной почтовой корреспонденции. Пусть пока без велосипеда, но в долговечности своей профессии почтальон не сомневается и шутит, что электронные почтовые ящики ей не конкуренты. Да и письма, написанные от руки, хоть и редкость, от толщи бумаг все же попадаются. С Илья Салямова, Руслан Хохлов. Утро нового дня.